Салют, братва! Сегодня ко мне приехали долгоиграющие наушники с автономностью до 100 часов. Но и это еще не все. Кроме функции прослушивания музыки, вы также сможете с их помощью подзарядить, например, телефон или смарт-часы. Это устройство 2 в 1 и вторая функция Powerbank на 4000 мАч. Стало интересно? Тогда давайте разбираться. Итак, друзья, 21$ 15 дней. Посылочка у меня. Давайте будем вскрывать и разбираться. Но перед тем, как я вскрою посылку, тест на вшивость. Вот моя страница заказа. Отдал я за них 21$ 14 центов. И, в принципе, что? Покупал в официальном магазине TomCast. TomCast Official Story. В принципе, отзывы неплохие. 4,8 баллов. Есть два варианта. С 4000 мАч батареи и с 8000 мАч. У меня версия X6 Pro. Ну и давайте смотреть. О, неплохо, кстати, упаковал. Вот так мне нравится. Коробочка совершенно не помята. Углы не убитые. Ну, продавец адекватный упаковал хорошо. И упаковка не пострадала. Значит, что смотрим? TWS X6 Pro. Дата выпуска или что это такое? Ну и, в принципе, никакой информации нет. Вот так они выглядят. А что на них смотреть? Как они выглядят? Давайте просто откроем и посмотрим. В реалии. Ого! А кейсик-то не маленький. И что мне нравится? Наушники лежат отдельно. Это хорошо. Они не высосали энергию из кейса. В принципе, что здесь высасывать? Здесь можно год эти наушники доставлять. И заряда должно хватить. На кейсе есть такой вот хлястик. И с помощью него можно удобно все это дело вынимать. По комплектации смены амбушюры. Какие-то они короткие. Блин, не люблю такие. Но посмотрим, как по удобству. Инструкция, конечно же. На английском языке, на китайском. Вот такая вот здоровая гармошка. Запах маленький такой присутствует. Кстати, кейс очень увесистый. Это говорит о том, что действительно здесь есть аккумулятор, который на 4000 мА. Что здесь дальше? Шнурок зарядный, micro-USB, к сожалению. Ну и здесь что? Контроль качества. Дальше наушники. Мне интересно посмотреть на них. Потому что кейс, в принципе, такой можно оставить дома. Но сами наушники выглядят вот так, друзья. Вот такие они глянцевые. С мелкими амбушюрами. И что мне уже не нравится. Но я не знаю. Опять же, по удобству будем смотреть. Короткий звуковод. Но это все индивидуально. Здесь такие еще есть. Забыл, как называется. Для того, чтобы наушники удерживались хорошо в ушах. Крючочки такие силиконовые. Которые... Ага, их можно снять. Посмотрите. Если вам они не нравятся. То снимаем и пользуемся без них. Кнопки наверняка сенсорные. Так, ну давайте посмотрим. Здесь полноценный USB порт. Потому что наушники Powerbank и microUSB для зарядки. Ну, конечно, хотелось бы Type-C. Но это китайцы упорно их не хотят ставить. Но крышку, конечно, открыть это надо иметь ногти. Которых у меня, к сожалению, нет. Так, положил я наушники кейс. И сразу отображается заряд аккумулятора кейса. 97%. Ну и светодиоды горят. Но что-то как-то не очень на самих наушниках. Ладно. Все это не важно. Давайте попробуем их подконнектить к телефону. Так, смотрим. Hi-TWS. 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 Ну-ка, удивите меня. Нет, они еще, смотрите, парятся, да? Все. Connected. Прозвучало Connected. Немножко первый раз это произошло медленно. Но так, в принципе, и бывает на большинствах наушниках. Ну, я не знаю. Вот эти вот амбушюры для моего размера мелковатые. Вообще, какие-то они мелкие. Я не знаю, для каких ушей это сделано. Так, ну, наверное, возьмем вот эти. Самый большой размер. Самый крупный, кстати, размер. Он даже меньше, чем размер средний вот на этих наушниках. Это у меня от Sony. Поэтому, вообще-то, я их возьму и ставлю. Не буду я мучиться. Друзья, амбушюры это такая вещь. Это сугубо личная. Поэтому я подобрал себе вот эти от Sony. И меня они устраивают. Никогда не пользуюсь амбушюрами, которые в комплекте. Во всех наушниках. И, кстати, еще один плюс. Эти амбушюры от Sony заметно удлинили звуковод. И теперь... Так, сейчас заценим. Да. С этими амбушюрами от Sony намного удобнее, чем с родными. Поэтому, родные, мне лично не подошли. Я буду использовать свои старые проверенные. Так, все мне стало понятно. Как для первого звучания непрогретых наушников, все хорошо. Единственное, чуть-чуть не хватает басов. Но они появляются обычно после прогрева. Но что самое главное, друзья. Вот я сейчас послушал роковую композицию от известной группы. И мне понравилось, что здесь есть высокий и середина. Это самое главное. Басы подтянутся после прогрева. Поэтому звучание прозрачное. Середина достойная. Вокал слышно хорошо. Мне нравится. Что касается баса, то реально, я уже имею опыт, он появится после прогрева. Ну, как появится? Не прям бабах и такой будет бас. Он будет лучше, чем есть при первом прослушивании, когда вы достаете... Когда вы достаете наушники из коробки. Вот, кстати, сенсорное управление. Я только коснулся, и они уже запустились. Офигеть, друзья! Я сделал потрясающее открытие. Оказывается, у наушников есть регулировка громкости. И сделана она очень хорошо. Нажимаем на кнопку, ждем, и громкость уменьшается, либо увеличивается. Это очень круто! Я даже не ожидал, потому что в описании об этом ничего не написано. Ну что ж, это была распаковка, первое знакомство с этими наушниками. Первое впечатление у наушников у меня положительное. Мне будет интересно узнать, как изменится звук. И также протестировать аккумулятор этого кейса. Потому что, в принципе, они позиционируются как наушники Powerbank. Поэтому основной акцент делается на хорошую автономность. Естественно, все это я проверю. У меня есть тестер. Также попробуем зарядить мой Smart Meizu Pro 7. У него аккумулятор 3000 мА. Здесь 4. По идее, одного заряда должно хватить, чтобы зарядить полноценно этот телефон. Ну а если вам интересно все это увидеть, то далеко не уходите. Готовьте чай и бутерброды. И продолжаем смотреть дальше. Кейс наушников, в принципе, выполнен неплохо. Материалы матовый и прозрачный пластик. Форма типа кирпича. Имеет следующие размеры. Длина 8 см. Ширина 5 см. Толщина 3 см. Из-за емкого аккумулятора общий вес с наушниками составляет почти 98 грамм. Вес одного наушника 4,9 грамм. На кейсе присутствует хлястик для того, чтобы их можно было куда-нибудь повесить. Разъем microUSB для зарядки и полноценный порт USB для функции Powerbank. Также присутствует зацеп для открытия крышки. Удерживается она с помощью очень тугой защелки. Крышка полупрозрачная. И через нее видно уровень заряда кейса и световые индикаторы наушников. Сам индикатор уровня заряда цифровой. Он яркий и легко читается даже в солнечную погоду. Наушники легко доставать из кейса, так как они не полностью утоплены. И имеют по бокам силиконовый поясок от ушных крючков. Которые при желании можно снять. И благодаря образовавшейся выемке их еще удобнее доставать. Очень понравилось, что в кейсе глубокие выемки. Сюда помещаются нормальные силиконовые амбушюры всех размеров и даже огромные пенные. Сами наушники выглядят вот так. Они не сильно крупные, но и миниатюрными их не назовешь. Материал матовый и глянцевый пластик. С внешней стороны расположилась сенсорная многофункциональная кнопка, вокруг которой кольцевой LED индикатор. Там же есть отверстие для микрофона. По бокам съемный силиконовый крючок, с помощью которого наушники очень надежно удержатся в ушах. И даже при занятии спортом не выпадают. Спортсмены, берите на вооружение. С внутренней стороны две контактные площадки. Обозначение правый либо левый наушник. Звуковод с бортиком расположенный под углом и прикрытой сеточкой. Амбушюры, которые идут в комплекте, очень миниатюрные. Даже самый большой размер, примерно как средний размер обычных затычек. Но это все индивидуальный аспект. Многие даже могут обрадоваться этим маленьким размером. Самая главная фишка этих наушников является тот факт, что это устройство два в одном. Первое это собственно сами наушники. Ну а второе это функция повербанка. Для этого в кейсе есть полноценный USB порт. Это решение сделало наушники супер автономными. А также с их помощью можно зарядить другое электронное устройство. Например смарт-часы, ну и либо телефон. На сайте у продавца заявлено, что емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 4000 мАч. Это очень смелое заявление и конечно же мне захотелось проверить это. И в помощь мне придет замечательное устройство USB тестер с активной нагрузкой. С помощью которого я смогу узнать реальную емкость аккумулятора кейса. На данный момент кейс полностью разряжен. Мигает индикатор 0,1%. Ставим его на зарядку. Подключаем кабель в тестер. Тестер в зарядное устройство. А зарядное устройство в сеть. И что мы видим? Ничего себе! Ток зарядки составляет 0,87 А. Ну что ж, это смелое заявление. Обнуляем счетчик. И когда зарядка закончится, я узнаю какая реальная емкость аккумулятора кейса. А также за какое время он заряжается. Итак, друзья, зарядка закончилась. Грит индикатор 100% на наушниках. И давайте посмотрим на результаты USB тестера. Значит, понадобилось для этого 3 часа 43 минуты. И зашло в этот кейс. То есть, реальная емкость аккумулятора составила 2800 мАч. Что далеко не соответствует заявленной. Но, тем не менее, это довольно-таки неплохой результат. Насколько я понимаю, здесь в кейсе установлен такой вот аккумулятор 18650. И его реальная емкость 2800. Да, не 4000, потому что таких аккумуляторов на 4000 не бывает. Это аккумулятор Panasonic. Наушники он на 3400 мАч. Но я уже давно привык к этой ситуации. Да, китайцы немножко преувеличивают реальные параметры. Но, тем не менее, даже если здесь есть 2800 мАч, это очень-очень много для такого устройства, как наушники. По факту мы имеем дополнительный Powerbank всегда с собой. Так как мы, естественно, наушники будем брать с собой вместе с кейсом. И в данном случае он нам поможет, например, экстренно зарядить телефон. Например, этот Meizu, он смог зарядить до 80%. Не говоря уже, сколько раз можно зарядить смарт-часы или те же самые наушники. Да, такой нонсенс. Наушниками заряжаем другие наушники. Да, кстати, по плюсам, что я хотел сказать. Вот такие гаджеты, как наушники, как смарт-часы, нельзя заряжать мощными зарядками. Вот это, например, у меня зарядка на 2400 мАч. Так как можно спалить контроллер заряда. И вот в данном случае плюсом такого Powerbank является тот факт, что он выдает небольшой ток зарядки. И мы можем без проблем заряжать какие-нибудь мелкие электронные устройства. Также с помощью этого тестера USB я вам хочу показать максимальный ток, который могут выдавать эти наушники. По спецификации USB, то есть минимальное рабочее напряжение у зарядных устройств не должно опускаться меньше 4,75 Вольт. И как видим, вот смотрите, я добавляю сейчас нагрузку. Выставлю 4,75. Вот, 4,75. И видим, что зарядный бокс может выдавать максимально 1,4 А. Это хороший показатель. В наушниках установлены аккумуляторы на 60 мАч. И у них тоже хорошая автономность. На 80% громкости они проиграли 5,5 часов. Заряжаются они в течение 1,5 часа. И могут сделать это примерно 20 раз. Почему примерно? Да потому, что для тестирования этого процесса понадобится очень много времени. Но благодаря тому, что здесь есть дисплей отображения уровня заряда. Плюс, зная емкость аккумуляторов наушников и емкость аккумулятора кейса, можно произвести расчет. Во время зарядки наушников мигают кольцевые индикаторы. В конце заряда они потухнут. При зарядке кейса мигает цифровое обозначение. Когда заряд закончится, оно просто будет гореть. Наушники автоматически подключаются по блютуз, когда мы их достаем из кейса. А также автоматически выключаются, когда кладем их обратно. Также их можно включить и выключить принудительно долгим зажатием сенсорной кнопки. Сенсор здесь вполне адекватный. Площадка широкая и на него легко попадать пальцем. По управлению короткое одиночное нажатие запускает и останавливает плеер. Также с помощью одиночного нажатия можно принять, либо отклонить звонок. Двойное быстрое нажатие на правом наушнике, переход на следующий трек. На левом, на предыдущий. Три нажатия на любой наушник вызывает голосового помощника. И самое главное, от чего я в полном восторге, это то, что здесь есть управление регулировкой громкости. Причем реализовано это грамотно. Жмем и держим палец на правом наушнике, если хотим увеличить. А на левом, если уменьшить. Очень адекватно работает. Это удобные функции и вам не нужно таскать за собой телефон, чтобы увеличить, либо уменьшить громкость. И вообще странно, как в таких бюджетных наушниках есть эта замечательная функция. Ну и для кого-то это может быть важный момент. У наушников во время воспроизведения мигают светодиоды. Но делают они это плавно и они не очень яркие. На данный момент у меня камера показывает, что они вот так вот стропят. Но на самом деле идет такое плавное затухание. Наушники могут работать по отдельности. Кладем один в кейс. А второй продолжает работать. То же самое и с другим наушником. Помимо этого, наушники можно независимо подключить к двум различным устройствам. Это хорошо, так как можно использовать независимо как гарнитуру для разговоров по телефону. Кстати, давайте проверим качество микрофонов. Я не заметил никаких проблем с блютус-соединением. В ютубе отставания звука нет. В играх есть. Но опять же, это зависит также еще от телефона. В доме наушники легко пробивает две стены. А на открытом пространстве это расстояние составило... 69,70. Вот там находится мой телефон на штативе. Мне уже больше некуда идти и 70 метров они ловят стабильно. А теперь поговорим о звучании. Если вы ждете от этих наушников суперубойный бас, то эти уши не для вас. Бас есть, но он мягкий, не акцентированный. Их можно даже назвать мониторными или нейтральными. Очень понравились средние и высокие частоты. Они не где-то там в глубине, а на поверхности. И по моему вкусу, это главнее, чем выносящий мозг, низкая частота, которая преобладает над другими частотами, сводя на нет вокал и другие инструменты. Говорить о какой-либо детализации или сцене тоже глупо, так как наушники бюджетные, но тем не менее звучат они прилично. Раздражающих или напрягающих факторов я не заметил. Громкость у них достаточная. Наушники не тихие и не суперорущие. В общем, какими-то выдающимися характеристиками по звуку они меня не удивили. Это бодрый среднячок и за эти деньги они вполне годны. И в заключении хотелось бы сказать, что за эту незначительную сумму денег мы получаем два годных устройства, которые хорошо выполняют свою работу. Наушники понравятся тем, кто ценит прежде всего автономность. Также удобно, что в экстренном случае ими можно пополнить заряд другого электронного устройства. Кто любит походы, надолго выезжать за город, путешествовать, то эти наушники для вас. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что думаете и думайте, что пишете. Не забывайте оценить это видео, а также проверьте, активирован ли у вас колокольчик. Без него вы не сможете отслеживать выход новых обзоров. Всем удачи. Пока-пока.